Чем отличается гештальт-подход от других направлений психотерапии или психологии? Это не то, что лучше или хуже, это не то, что правильнее или неправильнее. В каждом подходе есть свои изюминки, есть свои прелести, и каждый психолог, выбирая свой подход, он находит что-то своё, и каждый подход имеет результат в работе. Но чем отличается гештальт и чем особенности гештальта? И именно этим близок мне этот подход. В гештальте нет врач-пациент, нет кто-то, учитель-ученик, или кто-то правильный, кто знает ответы на вопросы, и кто-то, кого нужно этому учить. В гештальте отношения равны. Человек-человек. Здесь нет к человеку, который обратился за помощью к гештальт-терапевту, нет отношения, что он какой-то неправильный, или с ним что-то не так. Каждый человек — это совершенный человек. Это как бутон розы. Нельзя же сказать, что бутон розы — это несовершенная роза. Правда? Бутон розы, он прекрасен и он совершенен. Но меняясь, он станет прекрасной розой. И вот в гештальте человек, обратившийся, и гештальт-терапевт — это позиции равных. Это встреча. Это встреча двух людей. И на этой встрече есть возможность больше распознавать себя, больше распознавать свои возможности. Здесь больше не про переделывание себя или переделывание другого человека. В гештальте и вся работа в гештальте направлена на то, что мы изменяем взаимодействие, мы изменяем паттерны поведения или особенности поведения, или привычки меняем, но не меняем самого человека и не меняем его окружение. А когда приходит осознавание, что я делаю что-то привычным образом, не потому что я так хочу, а потому что или не замечаю, что я так делаю, или не знаю, как делать по-другому, тогда появляется возможность что-то делать по-новому. Вот как-то, если коротко, то гештальте подходим вот так.